Музыка 1960 год. Газета «Советская Россия». Автор статьи пишет о том, как прошли гастроли Краснодарского театра музыкальной комедии в Москве. Зал с восторгом аплодировал и долго не отпускал краснодарских артистов. Несомненно, этот театр – один из лучших театров музыкомедии в Советском Союзе. Зрителям особенно запомнилась роль в исполнении Клары Крахмалевой. Московские театралы сравнивают ее со столичными звездами опереттой. Говорят, что она ни в чем не уступает им. Крахмалева Клара Сергеевна родилась 25 декабря 1926 года в Краснодаре. Советская актриса оперетты, заслуженная артистка РСФСР, окончила Московское музыкальное училище имени Александра Глазунова. С 1950 по 1980 год играла в Краснодарском театре музыкальной комедии. Была ведущей солисткой в течение 30 лет. Затем работала заведующей труппой. 18 июля 1943 года в Краснодаре прилюдно казнили предателей. Площадь была переполнена людьми. В оцеплении стоял фронтовик Леонид Лебединский, будущий известный артист. А на крыше второго от угла дома на Октябрьской от Женикидзе вместе с другими ребятами за всем происходящим наблюдала юная Клара Крахмалева, тоже будущая известная артистка. А познакомились они после войны в Симферополе, куда на гастроли приехал Рижский государственный эстрадный оркестр, где пианистом был молоденький Раймонд Паулс, а конферансье уже известный артист Леонид Лебединский. Там же гастролировал Краснодарский театр музыкальной комедии. В ролях субреток и героинь блистала Клара Крахмалева. Вот так рождалась театральная семья, которую несколько десятилетий обожал театральный Краснодар. 1960 год. Московские гастроли. Режиссер Матвея Шировский поставила привет у краснодарских авторов «Кубанские ласточки». Крахмалева – одна из них. У московской публики спектакль имел громадный успех. Клара Крахмалева из столицы вернулась в звании заслуженной артистки РСФСР. В фондах нашего музея есть необычайные фотографии знаменитых кубанских ласточек. На этой фотографии мы можем увидеть первую слева Клару Сергеевну Крахмалеву. Рядом с ней находится Евгения Белоусова и Нелли Роман. Все три актрисы стали настоящими кубанскими ласточками на сцене Московского театра. Я вспоминаю, где-то 1997 год здесь проводился конкурс театра «Апереты» и приехал Ашировский. Он был одним из моих учителей. И я узнал, что он когда-то ставил здесь спектакль, который назывался «Кубанские ласточки». И вот Клара Сергеевна была одной из ласточек тогда. И вот когда единственный раз я вспоминаю Клару Сергеевну на сцене, это был заключительный, по-моему, концерт этого конкурса, фестиваля. И он вывел вот этих всех трех, а их было три эти ласточки. Клара Сергеевна, Белоусова у нас была и Рубан. Вот эти три ласточки, Крахмалева, Белоусова, Рубан, они вышли на сцену. Юрий Эдуардович, но сцена «Святое место», просто так по ней ходить нельзя, не разрешено. Но с таким мэтром, как вы, я думаю, может быть. Вот расскажите, с Кларой Сергеевной в каких спектаклях вам довелось работать? Я уже застал Клару Сергеевну, когда у нее был такой переходный период цубреток к ролям более зрелого возраста. И она уже играла моих мамочек в спектаклях. Это вот «Проделки Биберли», потом «Перекресток». Их, конечно, было не так уж много. Но дело в том, что Клара Сергеевна относится к тем людям, о которых и приятно, и можно говорить, не переставая, очень и очень много. Потому что, вот в частности, и в моей судьбе Клара Сергеевна сыграла определенную замечательную роль. Одно из первых лиц этого театра – это завтруппы, которые заведуют всем творческим составом. И, конечно, ее встреча была немаловажна, потому что все зависит от первой встречи. И она какая, такая встреча состоялась. Клара Сергеевна такая добрая мамка была такая для всех нас. Я это сразу ощутил. Тепло, какой-то уют, приветливость, удобство во всех репетициях, потому что надо было срочно вводиться, потому что надо было готовиться к очередным гастролям. И Клара Сергеевна, конечно, создавала вот эту атмосферу, уюта, удобства, все вокруг меня как артиста, чтобы мне ничто не мешало. Карина Петровская – дочь Клары Крахмалевой и Леонида Лебединского. Заслуженная артистка Кубани, ведущая солистка Краснодарского музыкального театра и тоже, как мама, заведующая труппой. Есть ли в этом театре какой-то уголок незнакомый, где еще за все эти годы не довелось побывать? Нет, Сереж, я знаю этот театр от и до. Я знаю от подвала, от трюма до колосников. В этом театре вы выросли, по сути. А где делали уроки? Можете показать? В этой гримерной сидела моя мама. Всю жизнь она никогда не меняла гримерную. Вот это был ее стол. Стол был другой, но место было это. Тут лежал букварь, насколько я понимаю. Тетрадь в клеточку. В клеточку, в полосочку. Практически все роли, которые в моей жизни есть, это то, что играла мама. Практически все. За исключением каких-то, которые написаны уже в тот момент, когда мама уже ушла на характерные роли. Вот. А так все. И Сильва, и Марица, и Баби Бунт. Вот не сложилось только с «Моей прекрасной леди». Я всю жизнь мечтала сыграть и Лизу Дулитл. Это была одна из лучших маминых ролей. Фиалка Мунмартра, кстати, тоже мне ее не удалось сыграть. Но там объективные моменты. И у меня нет таких вокальных данных, чтобы спеть эту партию. Мама пела. Блистательно складывалась актерская судьба Клары Крахмалевой. Главные роли, успеху зрителей, овации, актерское счастье. Но она очень не хотела такого счастья для своей дочери Карины. И была категорически против, чтобы она стала артисткой. Что зритель не видит, и почему обычно актеры против того, чтобы дети шли в профессию, это слезы, это горечь, поражение. Иногда это мозоли, это синяки, это бессонные ночи, это какие-то душевные переживания, эмоции, когда тебе кажется, что ты не признан, когда тебе кажется, что тебе не дали ту роль, которую ты заслуживаешь. Это на самом деле очень жестокая профессия. Профессия актера – одна из самых жестоких. Говорят, мама все же признала Карину как актрису, но ей об этом никогда не говорили. Даже после успешных работ ее дочери на сцене. Мама была самым крутым критиком моей работы. Маме всегда что-то не нравилось. Я вот сейчас тоже работаю с молодыми, и когда мы разбираем спектакль прошедший, я стараюсь вначале сказать что-то хорошее, а потом говорить об ошибках. Мама никогда так не делала. Да, Клару Сергеевну поставили «Моя прекрасная леди» Лоу. И там она просто была блистательна, потому что там не надо было изображать из себя салонную героиню, такую графиню, княгиню и прочее, прочее, прочее. Девочка, ну, всем известно, пивболеоны Барда Ардашова. И когда вот этот гадкий утенок становился в конце прекрасным лебедем, зал просто явил от восторга. Вот такие вот приятные воспоминания остались об одном из спектаклей Клары Сергеевны. Я думаю, что помимо того, что она была хорошей актрисой, еще время, наверное, было такое. Знаете, нужно родиться в свое время, в том месте и в то время, в которое нужно. Вот с ней это произошло. Театр, расцвет театра Краснодарского, великолепные режиссеры, балетмейстеры, актеры, труппа замечательная. И не так много было куда сходить, что посмотреть. А тогда театр, это было отдушено, и люди шли, любили и видели. Мама рассказывала, когда заканчивался спектакль, зрители с цветами выстраивались в проходах в зрительном зале. Первый стоял уже прямо перед сценой, а заключительный стоял еще где-то наверху, там почти вот у входной двери. Вот столько было цветов. Вот так любили. Причем носили не какие-то безумные розы, а фиалки, такое вот. Я это даже помню, да. Краснодар, вот я по своим тем воспоминаниям, он был, входил в пятерку лучших театров Советского Союза. Я, конечно, мечтать не мог, что когда-то я здесь вот буду здесь. И поэтому, конечно, а чем это было славно? Это труппа. Это звезды, это артисты, это имена. И поэтому Клара Сергеевна, она была одна из составляющих звезд труппы того периода. И, конечно, это говорило о том, что театр очень сильный, мощный, потому что были такие звезды, как Клара Сергеевна. Я помню, у мамы был бенефис, а спектакль «Дарю тебе любовь». И были приглашены, конечно, все знакомые, все друзья, полный зал был людей. И я помню, как мама стояла с цветами, с огромным букетом. И кто-то вышел на сцену, и она уже просто не могла взять, у нее рук не хватало. И начали складывать цветы под ноги ей. И букет дошел, вот это вот, да, сноп этих цветов, дошел буквально ей до поясницы, до талии. Вот так вот было. Краснодарскому музыкальному театру скоро 90 лет. Он переживает новый этап своей жизни. В репертуаре появляется все больше опер, их уже 15. Чуть меньше оперет, современных балетов, детских спектаклей. Театр востребован любителями разных жанров, зрителями разного возраста. Хочу вас спросить, вы давно были в театре? Там и сегодня есть артисты, достойные зрительской любви. Они темпераментные, искренне перед зрителями и безумно талантливы. Увидев их, хочется купить букет цветов и занять свое место в зрительном зале. Кто знает, может быть, именно то, на котором сидел восторженный поклонник Клары Крахмалевой. Он ведь был уверен, что она войдет в историю. И она вошла. Редактор субтитров А.Семкин